Добрый день, уважаемые трейдеры! Американские акции завершили трехнедельный спад на прошлой неделе, когда США и Китай добились важного первого этапа сделки, включающего обещание Китая купить на 40-50 млрд долларов больше сельскохозяйственной продукции США в обмен на устранение запланированного повышения тарифов, установленного на 15 октября. S&P 500, Dow и Nasdaq закрыли сессию потерь после того, как все три отскочили выше своих 50-дневных скользящих средних. S&P 500 прибавил 0,6%, в то время как доллар США ускорил свое падение до 0,5%, так как Федеральная резервная система обнародовала планы покупки краткосрочных казначейских обязательств на 60 млрд долларов каждый месяц, чтобы предотвратить стресс на рынках кредитования. Все шесть крупнейших индексов развитых рынков поднялись на прошлой неделе. Темпы роста Hang Seng увеличились на 1,9%. 5 из 6 основных валютных пар сохранили динамику на предыдущей неделе, а диапазон недельных колебаний основных валютных пар удвоился по мере их смещения. Фунт был лидером по процентному изменению, он вырос на 2,6% по отношению к доллару США. Сезон прибыли в третьем квартале начнется на этой неделе, и банки JP Morgan, Goldman Sachs и Citibank, как ожидается, сообщат во вторник. Среди экономических отчетов во вторник и среду ожидаются обновления инфляции из Китая, Великобритании, Новой Зеландии, Еврозоны и Канады. На этом все, увидимся на следующей неделе! Субтитры создавал DimaTorzok